ну кстати если есть у меня такая возможность поделюсь что мнением об игровом инвентаре сейчас у многих я вижу справа накладку дигникс 0.9c у артема тихонова увидел накладку глайзер 0.9c она чуть подешевле чем накладки energy dignex ну в общем высоко достаточно оценил артем тихонов эту накладку очень хорошо она сидит на основании тима болл zlf по-моему если не ошибаюсь или zlc не буду сейчас категоричен по-моему zlc может быть имеет смысл и приглядеться к этой новой накладкой как вы знаете только лишь недавно эта накладка появилась на рынке настольного тенниса европы и мира если у вас есть вопросы касающиеся игрового инвентаря спортсменов и спортсменок которые выступают на первенстве россии не стесняйтесь задавать их нашем онлайн чате мы обязательно проинформирую вас финальной части мы планируем делать по традиции уже представление игроков это будет статистическая выкладка регион город рейтинг год рождения основание накладка справа накладка слева я думаю будет интересно вам также кстати эту практику мы использовали и на топ-16 соревнований которые проходили здесь же в этом же зале феврале этого года я думаю вы помните это зрители достаточно активно и хорошо оценили эту практику я думаю мы ее будем продолжать давая вам больше информации перед игрой но естественно и во время игры игровой инвентарь конечно эта тема отдельного длинного разговора бесконечного разговора просто таки подбор накладок под основание под игровой стиль что немаловажно под физические данные игрока зачастую конечно же игровой инвентарь выбирает и подбирает для игрока тренер и молодые игроки уж точно в этом вопросе не является экспертами поэтому здесь на тренера ложится очень большая ответственность но к сожалению не всегда тренеры в полной мере владеют данными и в курсе конъюнктуры на сегодняшний день в мире инвентаря для настольного тенниса это вы знаете очень важно вспоминаю я вспоминаю я одну компанию которая была реализована вы знаете наверно где-то в начале двухтысячных годов когда многие ветераны были привлечены к работе с юными спортсменами начинающие с начинающими спортсменами в школах компания маяк была автором этой программы вы знаете достаточно перспективная была проект был он заключался в том что ветераны получали возможность прийти в любую школу предложить бесплатные столы и бесплатные услуги в качестве тренера для школ многие школы давали им помещение возможность тренироваться это было два раза в неделю как сейчас помню среда пятница то что касалось подготовленности многих наших ветеранов это конечно же оставляла желать много лучшего идея конечно проект заслуживает конечно дальнейшей проработки это пять баллов но за за скажем так перспективы этого дела здесь вряд ли можно это оценить скажем так с бесспорной позиции как позитивный момент достаточно сказать что один наш известный игрок который использует длинные шипы придя в школу всей своей группе учеников поставил налево длинные шипы по моему фейнт лонг 3 и было конечно очень не то что забавно даже страшно наблюдать как игрок с великолепными физическими данными нацелены только лишь на атаку мучился и что называется ковырял используя длинные шипы и совершенно ясно было многим в том числе и мне что этому игроку конечно же самое скоростное основание и соответствующие накладки и вот вот такой взгляд был такой тренер который видел во всех своих воспитанников воспитанниках перспективу законченного защитника скажем так длинный разговор это я еще раз повторюсь к тому что на тренером ложится огромная ответственность при выборе игрового инвентаря для своих подопечных слава богу что у нас тренерский штат в основных городах самого высшего уровня поэтому здесь у нас никаких проблем не бывает но многим родителям чьи дети только лишь начинают свой путь в настольном теннисе надо быть очень внимательными очень внимательными в этом аспекте 19 часов 14 минут повторюсь восемь групп по 8 участников у нас соревнованиях мальчиков и у девочек 4 первых местах идут главный финал и разыгрываются места с первого по 32 и далее второй финал и третий финал сетки за места 33 по 48 из 49 по 64 четыре игры в день в общем-то достаточное время для восстановления сил в перерывах я думаю в общем оптимально оптимально составлено расписание кстати главный судья владислав олонцев и главный секретарь елена куринец потрясающие судьи хорошего еще не судейский пул тщательно подобранные выверенные знаете вот я помню анна рожкова здесь ранее была главным секретарем сейчас они работают в качестве ведущего судьи в качестве судьи ассистента но здесь это в одном лице что называется а это ведь огромное дело правильно составить расписание все просчитать чтобы это не превратился в марафон ну и параллельно чтобы это не превратилась в легкую прогулку группов на 8 7 встреч в каждой группе эта формула безусловно наиболее справедливая на мой взгляд сводит количество случайностей и практически к нулю здесь даже проиграв одну и даже две встречи можно выправить ситуацию и выйти в следующую стадию и продолжить бороться за самые высшие места ну вот игрок забегает площадку хочу обратить внимание что ни в коем случае этого делать нельзя судья ведущие так видит что не залетел с соседней площадке поднимет руку и остановит эту игру это дети многие из которых еще не в полной мере владеет всеми аспектами и тонкостями правил но это я думаю временно спасибо за хорошие отзывы по командному чемпионату союза любителей повторюсь этот турнир мы завершили 9 мая чертанова в москве 36 команд из регионов страны приняли участие в командном кубке потрясающее масштабное мероприятие самое самое лучшее у меня ощущение и от уровня высокого уровня любительского зачастую не ожидал я увидеть такой уровень подготовленности у любителей нашего вида спорта победила команда свердловской области слаженная дружная евгений карцелин богин антон маслов евгений чечерин и антон кучинский такой был состав на втором месте команда брянской области и на третьей позиции команда москвы кстати которая чуть был не вышли в финал ну и помимо них очень много сильных команд соревнования конечно получила самые лучшие отклики благосклонные отклики мы будем продолжать развивать любительское движение в августе на день физкультурника 12 и 13 августа пройдет личный чемпионат союза любителей который пока планируется провести в дороге санкт-петербурге но возможно место проведения будет изменено возможно это будет смоленск может быть пенза зал буртасы ну еще несколько городов из которые готовы принять соревнования сильнейших любителей нашей страны добавлю что удалось обеспечить нам высокий призовой фонд фонд командного чемпионата любителей он составил 400 тысяч рублей за первое место было 85 за 2 75 и так далее вниз по нисходящей вы знаете далеко не самый главный этот аспект денежное участие всех любителей я думаю все команды приехали бы и без призового фонда да кстати так и было поскольку к моменту приема заявок на моменте заявочной кампании призовом фонде не было ни слова и уже на том этапе мы собрали заявки от всех регионов которые принимали участие напомню это 36 регионов нашей страны лишь только на самом последнем этапе подготовки и проведения мы объявили в зале каков призовой фонд ну безусловно это вызвало конечно же приток очень скажем так положительных эмоций у многих но еще раз повторюсь это я думаю не на первом даже не на втором месте стоит что очень приятно в зале были действительно настоящие любители которые получили огромное несравненное наслаждение и удовольствие то что им удалось сыграть с представителями других регионов с такими же любителями как они сами критерии вы знаете у союза любителей при определении статуса любителей следующие не быть мастером спорта ссср или россии не быть выпускником школа олимпийского резерва шаров или с дюшеров не быть заигранным в двух лучших лигах клубного чемпионата фнтр это премьер-лиги в суперлиги не быть в текущем году в рейтинге фнтр и не быть заигранным в текущем году в беттинговых турнирах то есть в турнирах вставочных это турнира проводящиеся под эгидой лиги про мастерс ну и так далее вы все прекрасно знаете эти турниры и где они проводятся таковы критерии вполне возможно что они еще претерпят может быть ряд каких-то изменений корректировок нам было очень скажем так нелегко отказывать представителям некоторых регионов в частности не допустили мы одного игрока из республики чечни у него рейтинг 15 рейтинг пнтер это конечно же ну практически нулевой рейтинг от безысходности игрок играл в одном из турниров всероссийских это по-моему нальчик был но он присутствовал в рейтинге фнтр и на основании этого мы не смогли допустить его к нашим соревнованиям я думаю что какие-то изменения в этом плане последует и президиум союза любителей самое ближайшее время рассмотрит строгости возможность смягчения каких-либо критериев мы будем держать вас всегда в курсе и информировать вас о том что происходит в любительском настольном теннисе нашей страны также я озвучил еще идею что есть в планах наших сыграть матч в расширенном составе может быть это будет 5 на 5 а может быть еще больше 7 на 7 10 на 10 россия беларусь при условии что беларусь также подготовит свой состав который соответствует полностью нашим критериям понятия любителей ну и матч в россии и на выезде беларусь я думаю это будет новый шаг в развитии любительского настольного тенниса но это был небольшой экскурс в любительскую тему продолжаем дальше следить за тем что происходит чебоксарах на первенстве россии до 13 лет совсем немного осталось я думаю это уже встречи последнего запуска идут совсем немного осталось до завершения игровой программы второй половины сегодняшнего игрового дня напомню это первый день 4 дня будет проходить первенство россии до 13 лет сегодня и завтра квалификация сегодня 4 тура и завтра 3 и после жеребьевок составление финальных сеток уже послезавтра начнутся главные события встречи финальных сеток за места с 1 по 32 с 33 по 48 и 49 по 64 может быть минут через 10-15 по окончании сегодняшних встреч будут готовы уже результаты и они будут опубликованы в телеграм-канале федерации настольного тенниса россии но и чуть позже может быть а может быть и сразу на сайте федерации будет итоговый материал по сегодняшнему игровому дню можете подписаться в телеграме на канал фнтр мы там очень много даем новостей и не только по первенству а и по другим соревнованиям там же публикуются и положения и ссылки сегодня я опубликовал там с помощью друзей ссылки на огромные фотогалереи посвященную любительскому чемпионату россии около 300 фотографий также добавляйтесь в друзья и подписчики на наши страницы в социальных сетях вконтакте фейсбук сейчас конечно фейсбук и инстаграм не так плотно поддерживается развивается как ранее вконтакте достаточно высокие и огромные пулы подписчиков очень популярная страница федерации настольного тенниса россии там очень много новостей практически безостановочная лента вконтакте